А, кстати, мы чуть не забыли про нашу главную звезду. Это же Хусейн Джамбетов. Он же стал у нас главной звездой. Хусейн Джамбетов, как и ожидалось, начал работу в направлении Ахмад Сила. Джохара кафиры обвиняют в бомбежке Афгана. Выходит, они служат под этой же империей, что и бомбила Афган, и при этом обвиняют Джохара. В чем логика? Они сами доказывают, что стоят на стороне Антихриста. Эти разговоры про то, что Джохар бомбил Афганистан, они давно ведутся различными ненавистниками. И тут неважно, знаете, и российская сторона может, например, кадыровцы могут это как аргумент предъявлять. Это могут также предъявлять и анти-кадыровцы. То есть, все те, кто пытаются как-то уколоть Джохара, они как аргумент это предъявляют. Но нет и не было еще никого, кто бы это доказал. Сам Джохар говорил о том, что он никогда не был на территории Афганистана. В своем интервью он рассказывал, что он был в Туркменистане, что там была полная, имеется в виду, та военная часть, была в моральном состоянии. И он вообще все время занимался восстановлением морального состояния этой армии, этой военной части. То есть, чтобы Джохара в этом упрекнуть, его нужно сначала это доказать. Хотя я вам скажу, это не принципиальный момент. То есть, даже если бы Джохар участвовал, скажем, в войне, после того, как он, перейдя на, точнее, выступив против России, сразился с ней и погиб, вообще все эти вопросы, как бы, они бы снимались. Все то, что он делал до этого, в этом бы его никто не мог упрекнуть. Так же, как и Халида Бенвалида, никто не мог упрекнуть и не может упрекнуть, потому что он в битве при Охуде был на стороне у Райшитов. И после того, как он перешел на сторону мусульман, уверовал, все эти вопросы, как бы, снимаются. Поэтому это, в принципе, как бы, тема, о которой не стоит даже думать. Это если бы это даже было правдой, понимаете? А у нас нет даже свидетельств того, что это правда. Томсо, а правда, что среди российских исполнителей за последний год самые большие залы собирал Иосиф Кобзон? Я не знаю, брат, я не интересуюсь российскими концертами. Поэтому не могу тебе ответить на этот вопрос. Но там значительная, конечно, публика, я думаю, собралась. Расскажешь когда-нибудь, за что убили Идилова? Я надеюсь, нам Кадыров это расскажет в конце-то концов. По-моему, хватит уже скрывать истинную информацию, истинную причину убийства Идилова. Всем интересно, все переживают. А, кстати, мы чуть не забыли про нашу главную звезду. Это же Хусейн Джамбетов. Он же стал у нас главной звездой. Хусейн Джамбетов, как и ожидалось, начал работу в направлении Ахмад Сила, Мехгда, Онах и Маршонан, Эскар. Еще и какая-то новая есть еще. Это чисто уже Джамбетовская тема. Это Омарда, до сих пор такого не было. Это Джамбетов вел такой, типа, обладатель. Но я так думаю, что он таким образом перевел обладающий влияние. Обладатель влияния. Но Омарда подразумевается как тот, кто отдает приказ. Отдающий приказ. То есть, и когда этот приказ выполняется войском. То есть, он такой новый, как это сказать, новый титул такой повесил, на которого Омарда, говорит, отдающий приказ. Так вот, он сейчас начал активно записывать какие-то ролики. Посмотрите, как у нас красиво в Чечне. О, там мечети, посмотрите то-то, сё-то. Всё это на фоне того, что говорил он до этого. На самом деле, резонирует лишь. То есть, у него риторика сама по себе не изменилась. Всё то, что он говорил до этого, он говорит, и сейчас там наши, вот нам, мы единый народ, один кулак. Он это и, находясь в Украине и в Европе, он говорил это. Но резонирует то, что до сих пор, находясь в Украине, в Европе, на различных митингах, там, сходках и так далее, он всегда очень сильно ругал Россию. Россия отдельным пунктом всегда шла, как враг, гаски, там, русские. Постоянно была вот эта вот тема. А сейчас Джамбетов, оказавшись в Чечне, в оккупированной той самой России, Чечне, конечно, он теперь уже не упоминает Россию, она перестала быть врагом. В общем, Джамбетов, ты, я видел твое видео, я его, правда, полностью не посмотрел, оно слишком длинное, 40 с лишним минут, не было времени. Там, где ты общаешься с Чингизом Ахматовым, типа, и Чингиз Ахматов тебе говорит, задай мне, говорит, вот самый жёсткий вопрос, задай мне, он говорит, который там. И ты не задаёшь ему, конечно же, никакого жёсткого вопроса, и, может быть, у тебя нет этих жёстких вопросов, и, судя по тому, что ты до этого, о чём ты здесь говорил, у тебя, в принципе, и не будет, я думаю, этих вопросов. Поэтому свяжись со мной, давай я тебе понакидаю вопросов, которые стоит задать Чингизу Ахматову, поговорить с ним. Да и к тебе есть немало вопросов по поводу твоего перехода, по поводу того, что ты сейчас говоришь, вообще по поводу твоей вот этой идеи, идеи фикс объединить всех чеченцев, есть много интересных вопросов, свяжись. Давай я тебе, я позадаю тебе вопросов, понакидаю тебе вопросов для того, чтобы задать Чингизу Ахматову. Выйди на связь. Бывший Гурон. Говорят, Хусейн прошёл обряд посвящения в Кадыровце, теперь он достойный брат Багарбов. Я не буду это комментировать. Это не ко мне. В том, что так ласково свяжись со мной, откуда столько смелости у них? А почему нет? В чём проблема? Чего им бояться? Чего бояться, допустим, этому же Хусейну Аджамбетову? Что с ним будет? Что он может сказать такого в разговоре со мной, что его как-то скомпрометирует, допустим, перед кадыровцами? Что он не говорил? Просто это человек, который столько всего говорил. И раз это не явилась для них проблема, я не думаю, что что-то он может сказать в разговоре со мной, чтобы его скомпрометировало. Разве что, если он, конечно, начнёт их там ругать, конечно, в этом плане, но я убеждён, что он никогда их не начнёт ругать. А вот нет у меня почему-то никаких надежд даже на это. Да и я не собираюсь никого ругать, у меня просто есть вопросы. Реально, просто вопросы. Я тебе обещаю, Джамбетов, вообще я ругать тебя не буду. Просто спрошу тебя. Так, ладно, всё, давайте на этом мы завершаем. Даст Аллах, увидимся с вами через неделю, воскресенье в это же время. Иншаллах. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господа миров.